Затаившаяся опасность. Как готовятся в крае к возможному подтоплению? Сидеют даже молодые заведующие кафедры или чего стоит пережить аккредитацию? Они бы с удовольствием вернулись в те годы. В Барнауле сегодня чествовали целинников. В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Резкое потепление до плюс 13 днем обещают на ближайшие дни алтайские синоптики. В связи с этим спасатели предупреждают, что в Краснощоковском, Зминогорском, Черыжском и других районах возможно подтопление талой водой. Наш корреспондент Илья Кочетков выяснял, как готовятся к приходу большой воды дорожные службы, спасатели и простые жители региона. Тишь да гладь над холмами, да сухая трава слегка колышется над неглубоким снегом. Но скоро с первым теплом все изменится. Здесь будет настоящая река, говорят рабочие, и спешат расчистить кюветы. Только так и можно спасти дорогу от будущего разгула стихии. Талая вода, которая пойдет даже в случае большого интенсивного таяния воды, она должна по куветной части уйти вниз и организованным водоотводом, чтобы не допустить попадания воды на проезжую часть и не допустить размывания оснований земляного полотна. Трасса Барнаул-Камин-Нааби довольно загружена. За сутки здесь проходит не меньше 7 тысяч автомобилей. Талая вода, пришедшая с полей, может прервать движение. Причем, казалось бы, даже на ровной местности. Далеко не всегда рельеф позволяет направить талые воды вдоль шоссе. Иногда водяной поток буквально упирается в дорожное полотно. И единственное, что может спасти довольно большой участок дороги от полного разрушения, это вот такая труба. Но для этого трубы должны быть очищены от мусора и льда. По словам министра транспорта края, сегодня подобные работы ведутся на всех 16 тысячах километрах дорог региона, во всех районах. Сильного паводка, подобного прошлогоднему и тем более 2014 года, по его словам ученые не обещают. Но ситуация может измениться в любой момент, стоит лишь пойти сильным дождям. Готовиться к наихудшему сценарию и в городах. В краевой столице опасность стоит в себе даже похожая на ручеек пивоварка. Валентина Еременко, участник народной дружины, говорит, речушка порой довольно стремительно выходит из берегов, подтапливая частный сектор. Причем здесь, говорит она, приходится не столько людей спасать от речки, сколько речку от самих людей. Мы их предупреждаем, чтобы не мусорили берега, не загрязняли. Потому что все же в пивоварку течет. Вся эта грязь, все ветки, все это. Мы стараемся как-то все разъяснять жителям. Чтобы вскоре пивоварка не разрушила эту часть улицы Юрина и быстро унесла лед ниже по течению, работники разбивают наросший рядом с мостом лед. Такие работы, заверили нас в администрации Барнаула, ведутся во всех районах города. Кроме того, завтра в поселке Затон, который традиционно больше всего страдает от весеннего половодья, пройдут масштабные командно-штабные учения, где спасатели совместно с городскими и краевыми властями отработают, как вести себя в режиме ЧАЭС. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня тоже своего рода учения прошли в Барнаульском лицее. Семиклассник пронес в школу устройство, напоминающее гранату. Чем очень напугал преподавательский состав и сорвал учебный процесс, продолжит Ирина Корчагина. Дозвонят, конечно, и будут звонить. За этот инцидент директору еще долго придется отчитываться перед Министерством образования и родителями. Сегодня из 121-го лицея эвакуировали почти 900 школьников и 80 сотрудников персонала. Я точно не знаю на 100%, но вроде как, что кто-то с учебной гранатой, что ли, зашел в школу. Тот самый плохой парень с гранатой учится в седьмом классе. На уроке изобразительного искусства он решил показать друзьям свою игрушку. К поведению и успеваемости псевдоподрывателя никогда не было претензий. Мальчик живет в порядочной семье. Учитель, она сразу же поняла, что это не боевое оружие, а то, что это, скажем, такого рода игрушка, похожая на оружие. Она, соответственно, и не позволила детям паниковать, и сама она достаточно быстро среагировала. Очень предусмотрительная учительница вызвала все спецслужбы, МЧС, полицию, пожарных, скорую помощь и собаку. Им хватило нескольких минут, чтобы понять. Взрывное устройство, из-за которого был подорван учебный процесс, оказалось сувенирной пепельницей. Сейчас с мальчиком и его родителями беседуют в отделе полиции. В силу возраста ребенка не привлекут никакой ответственности. И учителя говорят, он и так раскаивается, и очень сильно напуган. Ирина Корчагина, Николай Шилко, наши новости. Новый закон, который недавно Госдума одобрила в третьем чтении, пока никого не испугал. Но возмущение у многих владельцев мини-отелей вызвал. Ведь теперь хостелы не должны размещаться в жилых домах. В Центральной России из-за инициативы депутатов даже прогнозируют смерть малого бизнеса. На фоне общего недовольства предприниматели Барнаула спокойны. Почему? Расскажет Анастасия Дорога. Здесь еще одна комната. Извините, этот человек отдыхает. Сон клиента превыше всего. Говорим шепотом, ходим на цыпочках. Хостел на 14 человек в паре сотен метров от вокзалов Барнаула. Кастрюльки, сковородки. Люди готовят себе еду. Приготавливают. Чай варят, микроволновки разогревают. Здесь посуда вся есть. Бери и живи. 400 рублей в сутки. Трижды дешевле гостиницы. Максим открыл хостел пару лет назад. Изучил СЭС и снял в аренду нежилое помещение. За это и выступает законопроект. А в городах туристических делают проще. Понятно, что удобно. То есть своя квартира. Люди просто переоборудовали ее посредственно в хостел. А сами, может быть, снимали квартиру. Еще что-то. Там зарабатывались, развивались и так далее. Это удобнее с тем, что не нужны стартовые капиталы практически. То есть свою квартиру можно было бы переделать по что-то. Ну или там снять, по крайней мере, снять квартиру гораздо дешевле, чем снять нежилое помещение где-то. Это эконом-хостел Москвы, Петербурга. Ярусы, кровати в обычной квартире. Чтобы толпы туристов не мешали соседям по подъезду, будущий закон пропишет отдельный вход в хостел и запретит его создание в жилых квартирах. Останутся первые этажи или выше, но при одном условии. Перевести жилое помещение выше первого этажа в нежилое можно, если под ним тоже нежилое помещение, чтобы никому не мешать. Здесь соседи снизу явно возмущаться не будут. В селе хостел у Барнаула соответствует требованиям нового закона неясно. Нам не удалось узнать, какое надзорное ведомство следит за мини-отелями. Что знаем точно, так это то, что перевод помещения в нежилое – дело совести в несколько сотен тысяч рублей. Поэтому, по словам экспертов, те, кто работал по серой схеме, в ней и останутся. На мой взгляд, нужно было решение принимать наоборот, которое бы стимулировали предпринимателей выходить из этой области, легализоваться и в честную зарабатывать. Но у нас зачастую так не получается. У нас тех, кто работал, был зарегистрирован. Сейчас удар будет нанесен как раз и по ним. И они будут вынуждены закрываться, ликвидировать свой бизнес. Но в региональной ассоциации туризма препятствий для Барновского хостел-бизнеса не видят. Говорят, в городе много нежилых помещений под аренду. А в Москве под закрытие попадут примерно полторы тысячи мини-отелей. И это, несомненно, скажется на ценах на проживание. Большинство туристов выбирают бюджетные средства размещения. Это хостелы, либо мини-гостиницы, которых очень много на самом деле находится в центре города и именно в жилых помещениях. Поэтому, конечно, повышение цен на эти объекты размещения негативным образом скажется на спрос. Так что новый закон жители края ощутят на себе, скорее всего лишь будучи туристами, когда поймут, что переночевать подешевле в столице России будет негде. Анастасия Дороган, Николай Шелком. Наши новости. Будущая средняя стоимость сервис-услуг, возможно, повлияет и на потенциально нового игрока бизнеса. В Барнауле вновь говорят о появлении одной из крупнейших в мире компаний «Рэдисон». Вице-президент фирмы по развитию бизнеса в России Дэвид Дженкинс и зампред регионального правительства края Павел Детятев обсудили в Москве планы по строительству на Алтае гостиничного комплекса с четырьмя звездами. Стороны обговорили требования для гостиницы высокого класса и критерии для инвестора-застройщика подобного международного проекта. В будущем, пообещали министр Дженкинс и Павел Детятев, переговоры продолжатся детально и уже непосредственно в Барнауле. Кстати, это уже не первое заявление о появлении на Алтае крупной гостиницы мирового уровня. В 2015 году планировали строительство гостиницы «Хилтон». Тогда ее предварительную стоимость оценили почти в полтора миллиарда рублей. О цене нового проекта пока не говорят. А вот что стоит пережить аккредитацию. Экзамен на прочность и соответствие проходит на этой неделе Алтайский госуниверситет. Здесь работает комиссия, задача которой проверить, соответствуют ли направления обучения стандартам. Если обнаружат серьезные недочеты, направления лишают аккредитации. А значит, лишают дипломов будущих выпускников. И если классическому вузу оценку только предстоит получить, то педагогический уже знает свой результат. Продолжит Андрей Дреер. Говорят, даже молодые заведующие кафедрами сидеют. Аккредитация – одна из сложнейших проверок для высших учебных заведений в Алтайском крае развернулась по полной. Задача – проверить соответствие качества образования стандартам. Члены комиссии могут зайти в любой кабинет, спросить любого студента, заглянуть в любую бумагу. И никакими измерениями времени невозможно охарактеризовать тот процесс напряжения, который был в вузе. Тот объем работы, который был сделан при подготовке, а это почти два года. Общаться с журналистами диканопедагогического университета Ирине Лазаренко теперь легко. Неделю назад комиссия сделала заключение признать вуз прошедшим аккредитацию. При этом ни одной из направлений подготовки закрыто не будет. У нас были риски, потому что такая тенденция по Российской Федерации есть, не аккредитуют непрофильные для данного вуза. А у нас, например, это педагогический профиль, у нас педагогический вуз. И непрофильными для нас являются прикладная математика, прикладная информатика, туризм, физическая культура, лингвистика. Обратный пример был с политехническим вузом в 2016 году. По итогам аккредитации здесь были закрыты все гуманитарные направления. Тогда Минобор и Рособорнадзор взяли курс на сокращение числа университетов и непрофильных для технических вузов специальностей. Аккредитационные комиссии госзаказ выполнили. Судя по тому, как проходят проверки сейчас, приказа стрелять на поражение не было. Но проверка остается серьезным испытанием и итог непредсказуем. К примеру, в этом году Сибирский федеральный университет лишился аккредитации самого популярного направления – нефтегазовое дело. Когда с нами вчера беседовал эксперт, она приводила в пример Новосибирский университет, в котором закрыли журналистов в одном из университетов. Эксперты от образования часто критикуют систему аккредитации, называя ее соревнованием по заполнению документов и предлагают новые формы проверки. Сегодня система государственной аккредитации прежде всего оценивает правильность оформления документов. Для прохождения аккредитации российскому новому университету пришлось отправить по почте около 100 килограммов документов. Оптимизировать процессы довольно легко, создав единую информационную систему. Эксперты предлагают перевести аккредитацию на цифровую платформу. Ранхикс уже опробовал такую систему проверки в тестовом режиме. В этом году электронно аккредитацию в качестве эксперимента могут пройти еще несколько вузов. Абсолютно объективно и такая система оценки не станет, но может исключить коррупционные схемы и бумажный коллапс. Андрей Дреер, Алексей Фризин. Наши новости. Ну это коллапсом не назовешь, но увидеть рядом почти 700 человек, которые в свое время осваивали целину, можно не часто. Только в год 65-летия сначала освоение целинных и залежных земель на Алтае. С теми, кто собственными руками распахивал алтайские поля, познакомились наши корреспонденты. Это лор меня наградил и чеши командирские. Анатолию Курышину 90 лет. В Каменский район он уехал в 25. Тогда у него уже была жена, воспитывал первого сына. После института Анатолий Захарович работал на Барнаульском трансмаши, но там ему было тесно и душно. Решил поехать в село. Под руководством молодого специалиста вспахали более 3000 гектаров залежных земель. Если бы вы мне сейчас сказали, вернулся бы я в 53-й год, повтори, после этого пройденного, поехал бы снова, снова бы поехал. Опять начало. Сегодня в Барнауле чествовали тех, кто, как и Анатолий Курышин, всю жизнь проработал на селе, возделывая поля и собирая урожай. Всего пригласили более 700 человек, хотя таких было около 60 тысяч. Встречу назначили у главного сеятеля края, памятника его величеству крестьянину. Чтоб край родной наш хлебом колосился. Освоение нового дела, на которое вы идете, освоение целинных земель. Это кадры хроники 1954 года. Тогда на заседании пленума ЦК КПСС и решено было создать зерновые совхозы на неосвоенных землях Сибири, Урала и Поволжья. На Алтай приехали более 50 тысяч человек. В первый год освоение целиный регион собрал небывалый урожай – более 7 миллионов тонн зерна. О, милый ты мой, это надо было поглядеть на нашу физиономию. Как мы были рады, что мы вырастили. А вы знаете, как мы вырожаем. Вот как море. Вот колышутся эти колосья, они полные. Ой, в общем, это была красота, не описать. В Барнауле собрались настоящие работяги, встретились старые друзья. Для них организовали выставку. Напомнили, как раньше выглядели комнаты в сельских домах. Сейчас многие целиники все еще живут в тех же деревнях, где работали раньше. Но свой опыт передать там больше никому не могут. Сейчас как, трудновато опыт передавать. Почему? Потому что личное хозяйство получается, да. И туда сильно не поговоришь. У них своя политика. Сегодня целиникам за их многолетний труд вручали награды, благодарности, почетные грамоты и медали за заслуги перед обществом. На груди героя нашего сюжета, инженер Анатолия Курышина, заблестела еще одна награда. Уже восьмая по счету. Буквально через минуту о прогнозе погоды на завтра синоптики обещают, что в ближайшие дни воздух прогреется до 13 тепла. Тем, кто еще не успел полюбоваться лебедями, зимующими на озере Светлом в советском районе, советуют поторопиться. В этом году они начали покидать место зимовки чуть раньше обычного. Возможно, это связано с волной тепла, которая пришла в регион. Орнитолог Алексей Эбель сообщил, что пернаты уже начинают улетать с водоема обратно на север. Напомним, в этом году специалисты насчитали рекордное количество птиц больше тысячи. Согласно последним исследованиям, лебеди прилетают на Алтае из тундры Ямала-Ниньского автономного округа. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Делать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края плюсовая температура и ясно. В виске плюс 7, в Рубцовске плюс 1, в Белокурихе до 5 тепла. В краевой столице ясно, ветер южный слабый, ночью до минус 1, днем до плюс 5. Телефон редакции в Барнауле 722 440, а у меня на этом все новости. До встречи.